Один украинский военный ранен на Донбассе. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. Сегодня обстреливали окрестности Красногоровки. Готовясь к провокациям противника и на других участках фронта, Игорь Левенок побывал на позициях в районе Авдеевки. Снег с дождем и ледяной ветер. Погода на Донбассе нелетная. До крайних украинских позиций и полях можно добраться только на военной технике. Едем к укреплениям наших бойцов под Авдеевкой. Попасть на опорный пункт – настоящая проблема. Все вокруг покрыто льдом. Позиция на высоте. Подниматься нужно по узкому окопу. Военные посчитали, чтобы подняться наверх, нам нужно пройти 536 шагов. Но это не так просто. После дождя и мороза окопы превратились в настоящие ледяные горки. Стараемся меньше передвижения вверх-вниз делать. В основном тут личный состав здесь находится. В ледяных окопах украинские солдаты наблюдают за противником. Наши придерживаются всеобъемлющего перемирия. Это новый термин, принятый в Минске. Их оружие накрыто. Вот только врагу, похоже, наплевать на все договоренности. Ночью оккупанты опять открыли огонь по нашим позициям. Не соблюдают. Слышно частенько разрывы в стороне Авдеевки. Дальше туда. Тромки Авдеевки. Вот эта часть. Вследствие вражеского обстрела погиб 20-летний солдат из Полтавы. Военные настроены скептически. Дескать, это перемирие постигнет судьба всех предыдущих. Ни я, ни мои бойцы не верят. Потому что перемирие больше недели будет продлиться. Максимум может две недели еще. Ну а пока все же существует режим прекращения огня. Бойцы обустраивают быт. Под землей соорудили кухню, которую в шутку называют рестораном. Для окопа окопа надо цивилизованно жить. Здесь аккуратно, уютно и идеальный порядок. У плиты суетится 27-летний Алексей. По должности он гранатометчик, а по призванию повар. Ну как, я семейный человек. Просто люблю готовить. Постоянно для семьи готовлю. А так не учился неделю. Но ребята от его блюд в восторге. Говорят, здесь в окопах они могут полакомиться голубцами, котлетами и даже запеченной рыбой. А на Новый год Алексей устроил целый пир. Дурны он отлично готовит. Борщ, он как сказал, да, отличный борщ. То есть с этим вопросом нет. Повар отличный. И из гранатомета он работает тоже хорошо. Дома они всегда все получается купить. А тут мясо много выдают. И колбаса, крупы разные. Бойцы накормлены, расходятся по боевому распорядку. Алексей признается, сегодня у его дочурки Карины день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Папа обещает гостиниц. Когда я приеду домой, я испеку тебе бисквитный тортик. Вкусный-вкусный. Пока-пока. Игорь Левенок, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер с Донбасса.